На пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Владимирович Путин объявил об успешном проведении испытаний межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой. Это последнее успешное испытание глобальной дальности крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой. Президент Путин также подчеркнул, что создание новых видов вооружения, включая ракету «Буревестник», направлено на обеспечение стратегического баланса в мире на долгие годы. Что из себя представляет ракета «Буревестник»? Это одна из самых современных систем вооружения. По информации Министерства обороны России, это межконтинентальная крылатая ракета практически неограниченной дальности, оснащенная ядерной энергетической установкой и способная переносить ядерные боеголовки. Российские военные также подчеркивают, что данная ракета, благодаря своей способности летать на низкой высоте и обладать низкой радиолокационной заметностью, остается невосприимчивой к существующим и будущим системам противоракетной и противовоздушной обороны. Разработка российской кроватой ракеты 9М730 «Буревестник» началась в 2001 году, после того, как США приняли решение выйти из договора об ограничении систем ПРО, заключенного еще в 1972 году. Опытно-конструкторское бюро «Новатор» занималось созданием этой ракеты, но информация о ее существовании стала известна лишь в 2018 году, когда она была упомянута в послании президента России перед Федеральным собранием. Основной особенностью российской крылатой ракеты «Буревестник», также известной по классификации НАТО как «ССЦ-Х-9 Skyfall» в НАТО, является использование ядерной силовой установки. Это позволяет ракеты совершать длительные полеты на практически неограниченных расстояниях, что делает данное оружие уникальным. Кроме того, президент России объявил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» в скором времени будет поставлен на боевое дежурство. Этот комплекс представляет собой жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету тяжелого класса с весом более 200 тонн. Он предназначен для замены ракет воевода в составе ракетных войск стратегического назначения. Первыми новый комплекс получат военные ракетчики Ужурского ракетного соединения. Благодаря наличию у этого соединения важной стратегической позиции и соответствующей инфраструктуры для базирования тяжелых жидкотопных ракет. Использование инфраструктуры от ракет воевода сокращает время и затраты на развертывание нового комплекса. Ну а как вы оцениваете значимость и последствия разработки российской крылатой ракеты 9М730 «Буревестник» с использованием ядерной силовой установки? Какие могут быть геополитические и военные последствия такого вида вооружения? Поделитесь своими мнениями и анализами на эту тему в комментариях под видео. Ну а на этом выпуски от канала ТОП-Арми не заканчиваются. И чтобы не пропустить следующий, надо обязательно подписаться на канал. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok